всем доброго времени суток начинается мой рабочий день я хочу пока не забыла 8 ответить и показать ответить на комментарий один из где у нас шла речь о том что девочки приносят платье заранее заблаговременно до свадьбы за пол года за год бывает и больше и одна мадам женщина написала что типа или что вы преувеличиваете что в июлите не может быть такого чтобы женщины приносили задолго свадебные платья на подгонку вот я хочу вам показать именно воочию до чтобы это не только на словах говорилось вот смотрите платье принято было какого числа февраль 4 22 года вот за два года принесено платье за два года девочки вот она платье это вот она платье следующее платье более свеженькая смотрите было принесено в июле 9 июля 24 года должно быть сделано на март двадцать пятого года вот вам пожалуйста практически год вот такое платье вот так вот такие два платья вот на сегодняшний день я имею долгосрочных да правильно я сказал долгосрочный заказ поэтому я написала женщины что вам наверное виднее не не вы же работаете с моими клиентами а я работаю да и вы мне говорите что о том чтобы я не юлила что-то невозможно вот пожалуйста вам ответ что это возможно все показала вам работы достаточно платья идут есть и будут идти да я начинаю свой рабочий день со свадебных платьев и так по мелочи кому интересно оставайтесь со мной но не забывайте подписываться ребята подписывайтесь оставляйте свои лайки и дизлайки и оставляйте комментарии кто хочет действительно поддержать мой канал и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поднимала плечи Естественным образом раскрывала линию проймы Обрабатывала, оверлочивала Восстанавливала рукав и линию горловины Здесь у нее тоже линия была растянута Так как здесь по косой Ну и на производстве не сильно уделяют этому вниманию Я открывала здесь отделочная строчка Открывала отделочную строчку Подтягивала, проклеивала Подтягивая эту линию Затем закрыла обратно На примерке Сейчас я посмотрю Справилась я с этой работой Потому что это делалось, как говорится, нагло Сколько нужно, насколько нужно сократить вот эту линию Дальше Что Ну, низ Все здесь просто Немножко нужно было укоротить Была вторая примерка И, в общем, женщина Я ее уговаривала Объясняла Она все уже и уже Понимаете? Все уже и уже Я ей объясняю, что здесь Вот такое Кружевное полотно Если мы будем сильно растягивать А можно убрать еще и на 10 сантиметров Растянуть Посмотрите Я говорю, то может порваться у тебя вот Вот эти состыковочные места Нет, сделайте мне еще поуже Я люблю типа, чтобы плотно Вот не понимают люди, да Что плотность тоже должна быть относительно плотной Нельзя растягивать ткань до невозможности Это действительно можно сесть И порвать Вот как многие там пишут под видео Где платье я расширяла Что она не может сесть Не сможет сесть Она сможет порвать Она только будет стоять и так далее В том случае не было такого напряжения ткани Вот И здесь я и старалась объяснить Но вот Сделайте, сделайте еще и еще плотнее Хорошо, я сделала Дальше по спинке тоже Нужно было уменьшить ширину спинки Естественно по талии Здесь я сделала выточки Потому что в этом платье не было выточек по спинке А у нее ярко выраженная мышца ягодичная Вот То есть нужно было сделать выточку Тем самым я убрала и в талии Дополнительно То есть с трех точек Две и центральная линия по спинке Была убрана В общем вот такая подгонка Да Ну вот я вам объяснила Что Как не объясняешь клиенту Что в некоторых случаях невозможно Нельзя это сделать Это возможно, но нельзя Люди не понимают Ну вот сделала Но не совсем так плотно Как она хотела Потому что порвется Порвется ткань и все Смотрите И здесь по боковым швам Я тоже убирала Здесь была подкладка Отсоединена То есть Отдельно Было прострочено Кружево По боковым швам И отдельно подкладка Я совместила Чтобы натяжение Было уже Как говорится На подкладку Или совместное натяжение Да Потому что здесь Ткань видите С дырочками И опять же Может все это разорваться Продолжение следует... Следующая моя работа Мне нужно уменьшить лацкан Вот где-то На половиночку От выступа В чем состоит Проблемка А в том Что здесь Смотрите Петля То есть возможность Вывернуть В этой части Нет проблем Снять отделочную строчку Вывернуть Сделать новый уголок И все А здесь Прежде чем Начинать работу Естественно Нужно снять петлю Очень хорошо Что она не прорезная Что я буду сейчас делать Снимать петлю Снимать отделочную строчку Где-то до этих пор Вот так Дальше процесс покажу вам В принципе Ничего сложного нет Подготовила я уже лацкана Убрала Удалила петлю Убрала отделочную строчку И мне нужно сделать Вот Такого размера Вымеряю Выворачиваю Захожу Здесь Делаю Вход Пройма Не закреплена Вот Поэтому Очень хорошо Сейчас делаю Вход Вот здесь И Захожу Вовнутрь Выверну И Дальше уже Отмечу размер Какой мне нужен Вот Такой процесс Пока что Так Я вывернула Видно Вам не видно Вывернула Лацкан Сейчас я его Выставляю Так Здесь Нужно По моим Размерам Два Инча Этот угол Да Два Инча А вот Этот Как срезать Да Как срезать Так Значит Я беру Вот этот Пиджак Который Она мне Принесла Она хочет Вот Точно Так же Я вот Так Представляю Подставляю Соизмеряю Вот Так И Вот Новая Линия Лацкана Сейчас Я возьму Карандашик И Отмечу Эту Линию Вторая Сторона Я уже Вывернула Проутюжила Отметила Величину Заданную Величину Теперь Можно Таким Же Способом Применить Пиджак Наложить И Определить Новую Линию Лацкана Я сейчас Попробую Наложить Вот этот Отрезочек Который Я отрезала Уже С первого Лацкана Так И проверю Совпадут ли Линии Так Вот так Здесь Уже Не совпало То есть Большой Припуск Получился Сейчас Посмотрим Вместе С вами Накладываю Так Да Здесь Совместилось Немножко Нужно Убрать Припуск В принципе Все Совпало Вот так А это Припуск Вот эта Линия Первоначально Это Припуск Все Новая линия Иду Раскрачиваю Начинаю Вести Линию Вот Линия Перегиба И здесь Уже Начинается Застежка Или Пуговица Пришита Вот Я Сделаю Плавный Вход От Начала Застежки Вот От Линии Видите От Предыдущей Строчки Где-то Миллиметрик Два И потом Иду На Увеличение И Вхожу В свою Линию Которая Будет Новой Линии Строчки Сейчас Обрежу Припуск Вот По этой Линии Уже И я Очень Удивлена Потому Что Здесь Смотрите Уголочек Не Обрезан Но Вывернуто Было Достаточно Красиво Был Достаточно Красивый Уголок Я Буду Срезать Немножечко Уголок И Отсеку Одну Из Слоев Ткани Сделаю Поменьше Вывернула Уголочек Так Все Равно Плотный Получился Хотя Я И Высекла Лишнее Все Немножко Плотновато Так Иду И Отутюживу Приутюживаю Это место Делаю Вот Смотрите Такой Перекатик На 2 Миллиметрика Где-то Нужно Сделать Перекатик Перекантик С этой Стороны С лицевой Стороны Не Было Видно Второго Слоя Ткани Вот Так Все Все Получилось Теперь Нужно Дать Отделочную Строчку Так Как Здесь Была Сделана Тоже Отделочная Строчка Здесь Немножко Нужно Поправить Вот Этот Уголок Мне Он Не Нравится Отпариваю Уголки Прибиваю Молоточком Еще Раз Прохожу С утюгом И Своей Палочкой Выручалочкой Вот Так Сейчас Дам Отделочную Строчку Сделаю А Затем Еще Немножечко Будет Утюжка Уже В таком Состоянии Как говорится В нужном Положении Что Вот Здесь Еще Нужна Обработка Утюгом Нужно Выставить Вот Это Место Еще Один Нюансик Который Я хочу Вам Показать Вот Смотрите Здесь Здесь Лацкан Закреплен С Воротником Я точно Так же Здесь Делаю Тоже Закрепила Сделала Одиночную Строчку Сейчас Утюжка Вернее Сейчас Я сделаю Петлю Которая Была Изначально Затем Затем Утюжечка И Нужно Пришить Пуговицу Еще Так Работа Закончена Уже Полностью Смотрите Результат Уже Сюда Я пришила Пуговицу Как она Была Изначально Но Я считаю Что Это Пуговичка Не к Силу Не к Городу Как говорится Потому Что Пуговица На Ножки И Петля Здесь Не Прорезна Поэтому Не знаю Но Я сделала Так Как Было Все Работа Закончена Оставляйте Комментарии Подписывайтесь На канал Буду Всем Рада Всем Спасибо За Внимание